С самого утра и до позднего вечера, не исключая выходных дней, ведутся работы по благоустройству улицы Дуки и площади перед Круганом Бессмертия, которая теперь будет называться Площадь Воинской Славы. Жители города уверили, что все работы будут закончены к 25 числу текущего месяца. Строительных материалов закуплено необходимое количество. Единственное, чего не хватает подрядным организациям, это времени. Однако губернатор дал понять, что все работы должны быть выполнены в срок. Если мы им, так сказать, ну уже сегодня, 15-го, они говорили, давайте мы возьмем по новым прекрасным технологиям, отличного качества, сделаем любой участок. Но за 2-3 дня, говорит, мы тоже не сможем ничего сделать. Я задавал одному вопрос, говорю, ради бога, ну принимайте решение сейчас, потому что 25-го поздно. Мы принимали решение, нам никто не навязывал. Ознакомившись со всеми проблемами, которые сейчас стоят перед подрядными организациями, губернатор Николай Денин в целом оценил их работу как удовлетворительную. Как минимум оценку мы должны с вами поставить удовлетворительную, а может даже и хорошую. Ведь начало от принятого решения, что мы в этом году дойдем, вот так сказать, до парка тысячелетия города Брянска, было принято в мае 2010 года. Сегодня только середина июня. И мы с вами видим, что из 7 тысяч квадратных метров площади более половины уже сделано. Я думаю, что 29 июня этого года, когда будет проходить праздник российский, день партизан и подпольщиков, будет проходить на территории города Брянска. В связи с реконструкцией территории, прилегающей к Кургану Бессмертия, а также комплексному благоустройству улицы Дуки, возникли некоторые неудобства, связанные с передвижением как автотранспорта, так и пешеходов. Губернатор Николай Денин надеется, что жители Брянска пойдут навстречу строителям и смогут перетерпеть возникшие неудобства. К водителям и к пешеходам за эти временные неудобства, но и в то же время поможем нашим строителям. Если вот такое движение будет и автомобилей, и движение, так сказать, пешеходов, это, во-первых, безопасность, и будет угрожать и жизни наших, так сказать, жителей. И потерпеть все-таки до 1 июля, чтобы наши строители как можно поэффективней, покачественней и побыстрей сделали все условия для того, чтобы здесь водители чувствовали себя уютно. Игорь Мерчук, Сергей Ковач, События Брянск.